приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал базируется в городе измаил а это юг украины и юг одесской области и несмотря на то что мы составляем агрогороскопы для себя но мы составляем по московскому времени поэтому любой житель земли может воспользоваться этим календарем с помощью интернета очень легко и сегодня мы рассмотрим агрогороскоп с 30 июля заканчивается июль месяц и по 2 августа 2021 года это время когда будет убывающая луна в плодородном знаке телец интереснейшее время но правда будет у нас немножечко выпадать продуктивное время и это связано давайте рассмотрим конкретно итак 30 только в 23 часа 8 минут луна зайдет в знак телец но естественно для тех регионов где ночь они не смогут ничего делать а там где в это московское время уже будет возможность работать поэтому можно посеять после 23 часов 30 минут и до 4 часов утра 31 почему такой у нас период потому что у нас переход 31 переход луны из 3 в 4 фазу в 16 часов 18 минут а это значит что плюс минус 12 часов стрессовой ситуации очень сложная вот это переход это небольшое полнолуние или новолуние поэтому посевы и посадки здесь лучше не проводить хотя можете испытать попробовать посмотрите сами убедитесь в результатах именно в конечном результате в результате урожая и так можно будет до 4 часов утра вот эту работу сделать посевы черные рейтки дайкона а если это север где-то где холодно то можете попробовать посеять еще и редис но не забывайте что нужно обязательно делать короткий световой день где-то в 17 часов уже укрывать делать ночь для редиса чтобы сформировались корнеплоды ну и рассада то же самое вот если у вас время это подходит используйте высаживайте рассаду цветы сейчас высаживать землянику и другие растения то что у вас есть 31 по посевам посадкам у нас выходной зато уже 31 августа прошу прощения 1 августа все 24 часа мы можем заниматься и посевами и посадкой рассады смотрите что можно я планирую посеять черную редьку дайкон а в северных регионах где уже холодно и можно сократить световой день до 10 часов сейте редис корнеплоды получатся хорошие если у вас температуры не такие как у нас зашкаливают за 38-40 градусов в течение дня помните что если сильная жара и длинный световой день редис не вяжет корнеплоды растет только листья растут растет в зеленую массу и смотрите у нас еще кусочек времени если 1 августа не успели то 2 августа с 0 часов и до 10 часов 30 минут можете посеять те же самые черную редьку дайкон редис северные холодные регионы потому что у нас далее более 2 августа луна без курса вот она с 10 часов 43 минут до 11 часов 47 минут а в 1147 луна перейдет в знак близнецы поэтому вот этот период можно раннего утра и до 10 часов 30 минут можно посеять и посадить рассаду тоже до 10 часов 30 минут рассады разные у кого овощные растения высаживают второй оборот сейчас в теплицах у кого земляника уже готова рассада пожалуйста высаживайте все получится в принципе цветочки двухлетники многолетники все что у кого есть высаживайте в тельце очень хорошо все примется и будет расти только помните это не только для тельца важно не нарушайте корневую систему не стригите не обрывайте не обрезайте корневая система это голова у растений и так по посевам в плодородном тельце мы определились в этом агрогороскопе идем к важному вопросу поливы и подкормки я их видите пишу плюс поливы и подкормки почему потому что в эту жару без поливов подкормки просто по листу или же просто удобрение развели и сразу же в сухую землю под корень это опасно для растений это стрессовая ситуация корни будут обжигаться и они не могут сейчас в это время принимать именно через корни вот это все удобрения которые им мешают некоторые огородники поэтому используйте вне корневые подкормки при этих температурах очень хороши вне корневые подкормки они эффективны и быстро доставляются с помощью по листу с помощью этой подкормки к всем клеточкам и всем всем органам растения нужные питательные вещества это что касается полива подкормки используйте очень хорошее время комнатные цветы вот золотое время тоже для тех кто занимается цветами комнатными растениями в доме на балконе время черенкования и укоренение черенков комнатных растений балконных растений перевалка пикировка пересадка цветочных растений поливы плюс подкормка тоже здесь очень важно если вы не по листу то можете использовать и вы создаете определенную температуру используйте полив в тарелочку или где в этом контейнер там где у вас есть возможность подливайте под корешок внизу еще что очень важно защита растений от вредителей и от болезней это очень серьезная проблема сейчас увеличилось количество белокрылки паутинного клеща других вредителей будьте внимательны следите за растениями лучше профилактика чем потом тушить пожар переходим в сад цветы у нас уже мы посмотрели все сделали в саду тоже очень много работы здесь нарезка черенков и укоренение черенков очень актуально уже одревесневшие части есть цветочных декоративных растений очень хорошо получается в августе вот это агрооперации далее очень хорошо проводить зеленые операции вот это время уже хорошее именно для сада поливы подкормки тоже самое очень хорошо проводить для садовых растений а также обязательно прививка окулировка но снова же если очень сильно жарко знойная жара бывает что вот это не получается окулировка смотрите по погоде выбирайте каждый и в каждом регионе своей температуры своя погода присматривайтесь погодным реалиям и прогнозам синоптиков и планируйте эту работу очень хорошо высаживать в саду земляника клубника как то называют высаживайте очень хорошо примется и будет расти и также очень хорошо защищать отредителей и болезней помните если жарко при температуре плюс 30 и выше мы используем биопрепараты настои трав потому что химия просто-напросто в течение короткого периода распадается и никакого эффекта не дает но и в саду очень важно собирать урожай собирайте перерабатываете вот следующий будет у нас пункт через зеленые операции как раз сбор урожая мы наверное его и озвучим это время очень хорошее собирайте урожай и закатывайте заготовки делайте различные вот это очень хорошее время обязательно садовые растения вас дарят отблагодарят сейчас вас своим за заботу своими плодами ягодами собирайте перерабатываете это очень хорошее время ну и в принципе вот защита растений я отсказала полива подкормки тоже вот это очень важно сделать в хорошие периоды и будет результат защита 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 вот это вопрос понимаете у меня очень много вопросов по защите растений вот сейчас начинаются туманы и лучше профилактика раз в неделю обрабатывайте триходермином раствором триходермина и спасете и свой виноград и другие растения овощные в саду да и для сада тоже подойдет вот эта агрооперация зеленые операции естественно проводим на садовых на овощных на цветочных растениях что такое зеленая операция это удаление любых частей на зеленом растении заготовки на зиму пожалуйста еще раз призываю консервируйте закатывайте замораживайте сушите все делайте вовремя и когда созрела вот это все перерабатываете и собирайте урожай картофель хорошо копать лук чеснок хотя некоторые до петропавлов все время все собирали урожай но сейчас так растянулась вот это с помощью погоды и климатических изменений созревания этих культур что некоторые еще до сих пор собирают вот чеснок так что я рабочий чеснок созревает вот это время средняя сорта лука все что созрела собираем копаем картофель готовимся к зиме и закладываем на хранение на зимнее хранение вот такой у нас агрогороскоп на вот этот период конца июля месяца и начала уже августа когда луна будет находиться в тельце прекрасном месяце тружеников земли раиса горяченко александр волик желает вам удачи крепкого здоровья хорошей погоды и хорошего урожая в саду и на грядках до новых встреч на нашем канале александр вол bang и и и